То, что мы с вами обсудили, на самом деле это питание свободного десниолога трансплантата. Оно отличается от питания свободного десниолога и эпитализированного трансплантата чем? Тем, что принимающая лужа. Это единственный его путь для образования сосудистых коллапералей и анастомозов. У него нет другого пути питания. Это единственное место, откуда он будет получать питание и все необходимые ему вещества, для того, чтобы он прижился. У меня всегда есть вопрос, очень интересный. С деснировым трансплантатом, в принципе, все понятно. Он по-настоящему, если говорить о базовой такой фундаментальной кардинологии, приживается, как ткань, перенесенная, как трансплантация. А как вы думаете, свободный деснивой деэпитализированный трансплантат, он приживается или биодеградирует, замещается своими другими с одним тканным комплексом? Вот интересно, что в каждом клиническом случае это происходит индивидуально. Да. И когда вы не увидели роста вот этого объема, который будет меняться через 6 месяцев, это значит, что он биодеградировал и он заместился. А если спустя 6-8-9 месяцев вы видите рост, это говорит о том, что он прижился, ему там понравилось, и он дал все равно какие-то либо эпителиальные, либо ростки, либо еще дальше пошел расти. Возможно, что там где-то участок надкосницы, того же кандиального слоя, он дает еще большую регенерацию, еще больший объем. Но управлять этой историей я не знаю пока как, то есть вот он ведет себя по-разному. Скорее всего, зависит от базального слоя, гипитализируем вместе с базальным. Вполне возможно, я может быть даже больше с вами соглашусь, мы единственное, не можем с вами создать руководство, как это контролировать. Есть же такая методика, да, при пересадке, ну при установке имплантов, когда расставляется часть недоэпитализированных участок небольшой, разворачивается их костей, и он дает гиперрост. Вот у самботянов, да, вот эти методики, как бы, я делал, растет, там действительно растет, и потом думаешь, а что с этим делать? Нет, ну, эпители мы оставляем, это часто бывает история. Нет, нет, там вообще, допустим, депитализируем трансплантат, и маленькую полосочку оставляем. Оставляем, оставляем, есть такая история, да. Обратно, обратно, и прямо там вот растет как надо. Конечно, растет, но это говорит о том, что этот трансплантат там прижился, и что не произошла биодеградация, мы просто сейчас про другое разговаривали немножко. А эти все, конечно, они рабочие методики. Что лучше, чтобы он биодеградировал, чтобы он прижился и давал рост? Неизвестно на самом деле, потому что это зависит от того запроса, который был у пациента, или у нас по клинической ситуации. В какой-то ситуации очень прямо хочется, чтобы он давал рост, и еще долго-долго рост, потому что того объема, который вы забрали, его было мало. Это очевидно. Я очень осознанно оставляю эпитериальные участки прямо островками в таких случаях на свободном десневом трансплантате. Частично детализированную, я бы сказала, да, в этом случае. Потому что само качество трансплантата, которое я забрала, очень невысокое. И я отдаю себе в этом отчет. Если он просто биодеградирует и заместится только на этот объем, мне его будет недостаточно. Здесь элемент, я все время вас ввожу в управление операцией, в управление нашего результата. Чтобы не вы трясущимися руками на подгибающихся ногах подходили к пациенту и думали, получится, не получится, что у меня будет, а позвонит, не позвонит, а через неделю, что он мне принесет, какой кошмар. Нет. Чтобы вы были уверены в себе. Это уверенность будет давать. И в мануальных навыках вам всегда, как плюс старт, я бы такой назвала бы его, да, как вот такой бонус для вас. Поэтому, опять же, если вы забрали трансплантат не совсем того качества, которое бы вы хотели, но не было этой возможности, оставьте участки эпителия на нем. И вы получите его приживление с дальнейшим ростом. Если, конечно, вам клинически, эстетически это нужно в той ситуации, в которой вы работаете, да, в той принимающей ложе, в которой вы будете его перемещать. Ну и, конечно, депитализированный трансплантат, он такой, как король, потому что он питается от принимающего ложе и еще от слизистого или слизистого кастичного лоскута. И у него нету шансов просто не прижиться и не прорасти к литеральными анастомозами. Но я вижу такие случаи, мне их иногда присылают. Почему? В такой супер-бонус-истории он вдруг вывалился мертвым куском. Бывает такое, да, или... Естественно. Недостаточная фиксация трансплантат, даже в условиях абсолютно такого хорошего питания с двух сторон, приведет к тому, что трансплантат не интегрируется, не приживается. Он просто вываливается куском некротизированной ткани. Обидно. Ну, просто обидно, потому что повторить вот сможет только через 3 месяца. Ну, и как бы перед пациентом тоже как-то не очень удобно, наверное, мне кажется, было бы сказать, что это придется все переделывать. Скажите, пожалуйста, доказательно, что если мы берем с эпиделием, то эпиделием у нас обращают в сторону слизистой метода или в костей. Если берем... Ну, про какой там метод, про который... Мы уже теперь в свободный диснилодоэпидализированный трансплантат, говорим. Нет, я про него и говорила, про депиделизированный. Нет, вот поверхность эпиделием, которые остались, астровки. Вот эти астровки мы поворачиваем к кости. К кости, да. К кости. К надкосницам. Потому что наш рост будет давать надкосницам. Это на предыдущем слайде было сказано, что толщина 1,5 мм, да? Это средняя, желательная толщина от 1,5 до 2 мм. Но вы не можете стопроцентно это измерить. Это примерная величина. То есть не 4 его надо делать. И не 5, да? И у вас огромная толщина этого биотипа. Не надо стараться. Тут ограничение этой толщины. Потому что иногда были такие ошибки, когда в конце 20 века эта макорингвальная хирургия отдала такой рост в Европе большой. И они стали очень активно этим заниматься. И у них появились вот эти отторжения трансплантатов именно из-за толщины. Да, сосуды не могут его порасти. И он начинает либо кусками он некротизировался. То есть он повел в себя нехорошо. И поэтому ушли от этих толстых трансплантатов, пришли к какому-то среднему такому вот золотому размеру. То есть много это не значит, что это очень хорошо. Что я говорила про оставление? Я поняла теперь суть вопроса. Когда мы оставляем вот эти островки эпителия, я сказала, что это когда у вас качество трансплантата, когда он, например, очень тонкий. Или по каким-то причинам анатомическим, там, забор неудобный. Всякое бывает. Мы работаем индивидуально, персонализировано с каждым человеком. Он у вас получился неоднородной толщины на срезе. Вот это говорит о том, что качество трансплантата невысокое. Тогда лучше оставить вот эти островки эпителия. Это вот тот клинический случай, про который мы разговаривали. А островками эпителия мы обращаем всегда к принимающей поверхности. Все, да? Вопрос? Ну и, естественно, да, про прижатие. Еще раз я хотела бы уделить внимание этому про прижатие. Что мы обязательно даже в таких условиях, когда с двух сторон он получает питание, все равно должны его качественно прижать, чтобы никто никуда не сместился. И, естественно, если в этой точке, где мы устанавливали трансплантат под слизистую лоску, то есть под слизистую нокастичную лоску, вы чувствуете, что есть натяжение тканей, должны наложить крестообразный горизонтальный шов, чтобы убрать это натяжение. Или сделать это нужно было до. То есть недопустимо оставлять слизистомышечный тяж в точке фиксации трансплантата. Почему? Шеме. Шеме лоску-то будет, потому что пациенты наши не соблюдают ни мимические, ни другой диеты, которая назначается. Не смеяться, не рот широко не открывать. Никто, конечно, 90% этого не делает. Они надеются на то, что они вдруг перестанут привычно работать своими мышцами вдруг тут, знаете, две недели. Не надо. Не испытывайте иллюзий. Никто этим не будет заниматься. Никто не будет сидеть в маске железной дома, да, и ждать, пока у него все. Нет, они все живые люди, ходят на работу, бегут по своим делам, через неделю вообще забыли, что у них там что-то делалось. И напряжение мышечное происходит ежесекундно. При каждой работе речевого аппарата, при принятии пищи даже, они рассказывают, что они одним детским питанием питаются, это все в сказке. Это неправда. Не все живут своей жизнью. И мы должны создать условия для приживления трансплантата, такие, чтобы что бы они ни делали, он там будет жить. Натяжение сосудей, вот этого слизистомышечного натяжа, или какой-то контрактура, или любая история, которая может быть, она приводит, это же не только крепление на самой слизистой, это же, по сути, все прикрепляется к надкоснице. И именно в этой точке идет зона ишемии. И она дает на всю область вот эту операционную, вот это негативное влияние. Вот почему это плохо. А не потому, что вашему ортопеду не нравится этот тяжик. Поэтому вы должны нивелировать влияние. на слизистомышечного натяжения. Продолжение следует...